экстренное включение в общем мы просили мы точнее я выдвигаюсь в бутик николай сейчас посмотрим что там просто рядом другой еще парфюмерный магазин ну что всем еще раз привет представляю вам замечательно анна анна продавец консультант бутика николай она привет вот и всем кто нас сейчас будет смотреть собственно как вы просили я вам показываю стенд красивая приятная она сейчас нам покажет и расскажет в принципе ведет нас в экскурс да во все вот эти вот разделение ароматов от патрисия и немножко может какой-нибудь интересной информации нам расскажет так что не приключайтесь будет очень интересно но собственно чтобы далеко не тянуть давайте начнем знакомство как мне кажется самого нужного в этот период летний это как они называются еще раз подскажи это коллекция о де фреш легких свежих вод собственно говоря обычно когда люди не знают с чего начать знакомство с брендом начинают с вот этой коллекции собственно по функционалу она такова и есть свежие воды которыми можно пользоваться каждый день грубо говоря это как раз то что называют поливаться до труса свежие легкие природные все в принципе в той или иной степени цитрусовые то есть если любите такое то можно попробовать всего четыре аромата до 4 аромата последний был кода юзу вода юзу а вот это троица достаточно давно выпускается люмикс лёшик и о дт летняя вода какой со смородиной сейчас просто смородина смородиновый ну он собственно ценен не только этим там помимо смородины прекрасные мята свежая а вообще сейчас сезон летних веранд соответственно как раз эта история из барной карты летней веранды то есть это что-то среднее между джин тоником и мохито очень освежающие очень зелено очень цитрусово но это не ради кого на пять минут у них хорошая очень стойкость но по функционалу конечно они ближе к одеколонам то есть это такая история после душа свяжи под утренний уход до шик аромат про травы лаванда герань ромашка полы по свое время сколько уже года на м3 назад до выстрелила гучевская ромашка то но на самом деле вот этот аккорд ромашки с геранью с мятой на сандаловой базе она была и до этого то есть вот той же самой потряси она уже давно в коллекции и опять же я как человек седьмой верхней где пью у меня опять же алкогольная ассоциация телеграм-канал будет в описании заходите читайте они здесь алкогольный коктейль опять же но в данном случае на основе ледяной водки с какими-то такими бальзамами из трав что хорошо в этом аромате он вообще не боится городской жары вообще прекрасно выносит 30 плюс и остается до базы холодным просто абсолютно холодным ледяным освежающим вот самый прикольный из них самый беззаботный это отдать летнего нам нравится всем без исключения детям в общем если у вас есть внутренний свой ребенок которым надо порадовать как у дт отличный вариант пахнет кока-колой со льдом свежезаполненным бассейном чуть с хлорочкой чистота свежесть такая мускусная на весь день я его продала кому-то нанеси камню пожалуйста вот несмотря на то что аромат фреш не очень много именно цитрусовой эссенции такой вот кока-кольный ее настолько много что она прямо на коже вот если ты сейчас она пахнет с кока-колой слушай тебя нет его нет ну слушай все прям огонь но юзу из них наверно в той или иной степени самый мужичок у него самая серьезная наверное древесно-специевая база с гуаяком с черным перцем с фетипером а старт очень красивый горький цитрус и юзу и грейпфрут то есть со всеми ботаническими подробностями на больших любителей цитрусов корки корки семена вот эти вот все пленки сейчас мы сделаем небольшой перерывчик попьем кофе южку и будем дальше смотреть на замечательные парфюмки так теперь у нас линеечка туалетных вот от никола и здесь у нас представлены соточки но мы 30 чеки потом покажем да то есть это вот такие вот графинчики а у нам уже как самый лучший женщина-консультант 30 у них все стандартные вот относительно моей руки это не тревел конечно флаконы но носить в сумке мега удобно они не подтекают и не в толстое стекло их достаточно проблематично разбить а соточки выглядит вот так собственно я хочу спросить у анны какие самые популярные самые ходовые которые прям грибут грибут среди туалетных вод мне кажется это будет более лаконично и понятно нам замечательно все расскажут ну собственно я передаю себе образы правления показывай рассказывай красивая естественно самый кассовый и не только у нас а вообще мне кажется во всех магазинах николай по миру где бренд представлен кассу делает фикти аромат радость аромат абрикосовая мякоть аромат чай матэ аромат свежая такая фруктовая радость вот он собственно как часто бывают у патрисии на название можно не смотреть потому что фигу не факт что вы там найдете то инжир как он заявлен есть инжир фрукт не лист но пахнет это на самом деле освежающим чаем со смантусом вот роз роял и роз пион это парочка розовых ароматов роз роял сделан с натуры с роз парка поля рояль который недалеко от одного из магазинов патрисии находится это садовые парковые розы кустовые в которых не только цветы но и большое количество зелени немножко садовые змеи немножко дождя очень красиво носится именно во влажную погоду но распил забавный очень юный аромат тоже когда люди говорят что я не хочу ничего тяжелого не хочу ничего серьезного вот чаще всего заходит он это такая фантазийная композиция вокруг цветов ягод фруктов построена свеженький для любителей пионов и роз прямо однозначно ну естественно может быть магия название может быть что-то недостаток путешествий в последнее время но викенд нормандии очень история популярная настолько популярной что тоже он у нас сейчас вот уже буквально наверно закончится будем ждать новую поставку холодная мята холодная вода холодный ветер и вообще освежающий эффект но он прям женственный женственно это прям помимо этого он заявлен как зеленый цветочный то есть там ландыши там жасмин они правда очень коврельные и не и без животины беспривычные для этих простите перебью чтобы вот понимать примерно да это не современное копирование всех популярных ароматов просто не только не только люди из москвы живут смотрят смотрят по всей россии некоторые из дальнем зарубежье патрисия да николай это внучка герлена да ну чатка племянешь так скажем и все ароматы вот хоть и тут написано роза там пион какая-нибудь груша это не копирование современных трендов да то есть она работает сама в себе да но она пытается сделать что-то современное но все равно почерк очень узнаваемым да то есть у нее есть свой какой-то штрих стиль я как раз думала недавно об этом в чем же нишевость вот этой марки потому что на самом деле про нишу принято говорить как про что-то непонятное оригинальное заумное с желанием удивить грубо говоря потрясти может быть когда-то временами местами шокировать поэтому ниша когда только начиналась там были и горящие помойки и все что угодно сейчас миша стала более коммерческой и они сами сейчас не готовы рисковать и больше мне кажется идут по пути протаренного то есть грубо говоря кирк джан сделал бакару руж она быстрее теперь все бренды пытаются сделать свою бакару руж и урвать свой кусочек пирога и на этом заработать патрисии в чем ее нишевость мне кажется как раз нишевость то в том что она пытается хранить традиции старой классической французской парфюмерии то есть это не парфюмерная заум это здоровые духи для здорового человека они очень понятны все темы очень понятно здесь нет ничего экстремального шокирующего это очень добротно это доступно по ценам это очень демократично но при этом достаточно респектабельно какой аромат не возьми с какой линейки самое главное его можно носить спокойно да то есть это не будет произведение искусства как мой любимый филиппе старчинели до купить банку раз в год попользоваться и поставишь нет вы этим действительно будете пользоваться мне нравится да я как раз про туалетные воды это вот как раз на парфюмерия на каждый день которая можно пользоваться не забыть понятно что здесь вам может не понравится или не зайти какая-то тема например но не носите вы фиалки поэтому вряд ли например вы полюбить валитом love влюбленную фиалку а так в целом это очень непонятно и очень-очень про жизнь и вот еще что мне прям нравится порекомендую это вот нью-йорк в туалетке на мой нос ты мне можешь поправить классическая такая композиция это безусловно олдскульная история нью-йорк именно в туалетной воде это та первоначальная версия которая выпускалась с начала 90-х потрясий нью-йорк интенс которые в линейке шипр да так вот скажем да о депарфамов стоит он более современная история переработанная а вот изначально нью-йорк выходил в туалетной воде и вот здесь как раз на старте взрыв лаванды цитрусов потом все это уходит в очень благородную древесной специй в базу с миллионом оттенков кому-то здесь и бочковой дорогой алкоголь мерещится и какие-то караваны специи и кому-то наоборот какой-то джаз кафе такое вот из какого-то нуарного фильма ну очень много ассоциаций у каждого не свои а поскольку аромат многослойный и сложный по композиции он в каждое время способен удивить и в каждое новую как говорится вашу встречу с ним что-то новое в себе показывать очень это зависит от конкретного человека очень это зависит от настроения каждого конкретного человека от погоды на улице и тогда очень разным очень да вот она не просто так сказала то есть у патрисии еще ароматы делятся на просто туалетной воды и на концентрацию intense до этого парфюмирована из того что мне еще нравится на роли мыс на мыс на роли вроде бы на роли на роли а необычные на роли они просто какие-то женственные да то есть но для меня это никакого мужика у них нету очень освежающие очень помоги смотри если сравнивать как нероли и викенд нормандии это две разные весна это будет весна наша холодная сталым снегом с вот этими вот и бурлящими потоками с первой пробивающейся на проталина зеленью так далее а вот это как нероли не роли и скажем так ну на французский манер будет ударять это южная весна это цветущие апельсиновые деревья это другие белые цветы все это цветет где-то над море и вот этот аромат моря с солью с йодом он доносится ветром собственно говоря вот чуть подсоленые цветочки вот в этом как нероли и есть причем я небольшой любитель вот этой темы в парфюмерии мне всегда раньше казалось что не роли плюс-минус одинаковые до них сложно найти что-то удивительное ну вот ей удалось меня удивить аж целых два раза то есть вот как не роли туалетная вода и не менее прекрасные не роли интенс коллекция вода парфамов вот там совершенно по-другому расставлены акценты это уже совсем другая история мы сейчас перейдем наверное концентрации интенс и закончим губями так ну вот мы санны подошли к более тяжелой истории более тяжелой вечеринки да то есть по сути те же самые туалетные воды да ну конечно другой состав немножко сейчас представлен но в концентрации интенс да то есть парфюм ну и вот я хотел дальше ты меня это самое давайте расскажу что на самом деле пересечении между двумя линейками минимальное количество то есть в принципе туалетной воде и интенс и одновременно есть только нью-йорк вот собственно это единственное а все остальное 0 либо представлено там либо здесь это не она они разные чем вообще и зачем это линейка интенс многие думают что это какие-то фланкеры да из-за того что у них вот эта вот приставка интенс но дело в том что у нее раньше были первоначальные версии многих ароматов например сокремлю нам бы вам мускус все они были без вот этой вот приставки интенс и выпускались достаточно давно вот и в какой-то момент назрела необходимость их немножечко пересобрать и как-то надо было и друг от друга отвечать она назвала их сокремлют интенс, номер 1 интенс, нью-йорк интенс грубо говоря это не значит что они стали насыщеннее они стали чуть другими а вот все остальные ароматы которые выходили позже уже они стали получать вот эту приставку интенс сразу по умолчанию например байкал лэза он сразу стал интенсом пудр де муск тоже сразу стал интенсом в этой линейке собрана ее классика о которой собственно пишут парфюмерные гиды все и грубо говоря обласканная критикой за многие годы это нью-йорк это пачули это сокремлю ну и собственно говоря подхватил вот это знамя и уже мне кажется по полной мере может называться классикой это ее аромат 15 года 2015 киркуба обожаю кубинская кожа давай вот с него и начнем собственно что тему табака любят использовать тему кожи парфюмеры любят использовать как-то тут убита сразу два зайца разом он и про кожу и про табак хотя меньшей степени про кожу больше про табак табак тоже специфический это не табак из пепельницы какой-то не 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 раскуренные сигареты и не вот это все это табачный лист из которого крутят сигары подвяленные с добавлением в общем здесь еще есть ноты сена здесь есть лакричник здесь есть специи здесь есть ваниль это табачный аромат который балансирует очень тонко на грани табачный гурманский почему сладким не переслащен мне пахнет коробочка из-под себя да он в принципе и задумывался как запах сигар в шкатулке большой для себя почему собственно говоря она где-то в книге в своей про бренд об этом и пишет что у нее такое воспоминание детства на его воплотила просто когда она еще будучи маленькой девочкой и и просили принести сигары в курительную комнату они хранились в большом каком-то ларце и вот это вот все у него воплотилась в этот аромат но с окреблю аромат звездный поистине несчастный катрин даньев мне кажется приписывают половину французской классики что она не носит но вот с окреблю она реально носит и является клиенткой батика это точно абсолютно красивый бело цветочный аромат с восточной базы как ужин стены с очень деликатно вплетены минутами ладана в базе а нам бы вам это собственно название говорит само за себя первый аромат бренда 80 1989 года он выпускается жду еще того до того она с этим ароматом выиграла конкурс молодых парфюмеров это была первая ее заявка успех сами французы больше всего да это мой любимый аромат в бренде пожалуйста посмотрите я настоятельно рекомендую недавно когда то я вам показывал обзор вот сегодня со мной еще пришел друг она подтвердила арабы это конечно хорошо но они не такие плотные они не такие жирные они не такие мясные если так можно сказать у меня можно поэтому я говорю то есть если хотите прям вещь-вещь держать в руках май и носить получать удовольствие то только вот эти пачули можно конечно закрыть глаза там на что-то и купить арабчика за 4000 но это будет немножко не то пальто то есть здесь прям я схожу с ума я вот сейчас а не перебью поработать консультантом мы что мне чувствуется в нем здесь пачули здесь герань и еще что лаванда обожаю его просто очень камфорные очень стервозные пачули аромат с очень жестким каркасом очень такой строгий хотя вот его частенько сравнивают с ланкомовским можно все-таки более настоящая история более многокомпонентная с большим количеством оттенков это строже это проще в чем-то а вот по поводу рабчонка на самом деле я удивлена но это очень похоже это очень конечно похоже на патрисию николаи и когда мне коль нанес просто на блонтер попробовать я сразу сказал пачули очень похоже да подтверждаю так что еще стоит упоминание один из самых женственных ароматов коллекции кисми просто буквально взбитые в белую пену в сливках белые цветы иванг жасмин очень красивый здесь гелиотроп но в данном случае это не уходится в какую-то такую душевую винтажную пудру но при этом сладость такая кондитерская сладости миндальных пирожных сладость таких вот миндально анисовых конфет вот все это здесь считывается флакона просто шедевральный вот их прям приятно трогать да как вот не скажи острые грани вот это вот углубление блин слушай они очень много экспериментировали старой и посудой в свое время у них были флаконы из муранского стекла у них были флаконы авторского мансо ничего это из себя не оправдало вот до тех ровно пор пока муж патрисии николаин на непокойный жанну и мешок не придумал вот эту вот тару немножко похожую на аптечные склянки и он в какой-то момент просто одним махом период переодел переброс в коллекцию вот собственно никого не спрашивает даже о том согласии это было его решение но на самом деле гениально некоторые говорят что флаконы простоваты но мне кажется этому бронду идет в лаконичность в конечность ничего лишнего и собственно говоря ничего не отвлекает внимание нет никакой вот этой мишуры дополнительные только содержание так любимые на роли медовый мою и мам то есть вот вам показываю если любите на роли этого прямо обязательно нужно меньше Да, тут немножечко сноска, они, конечно, медовые, но помимо меда здесь явно считываются и другие какие-то продукты пчеловодства, воск, прополис, перга, что-то вот такое, то есть вот оно здесь читается. И в отличие от капни Роли, мыса Роли, про которую мы говорили в днике туалетных вод, эта история более насыщенная, более плотная и акценты с цветущих вот этих вот как раз апельсинового цвета и прочего всего смещена на зеленое сердце, то есть такая сочная зелень в сердце аромата. Очень разные истории, хотя у меня в свое время были большие опасения, как можно выпускать друг за другом разом два аромата с нероли, причем если у французов есть какие-то свои к нероли привязанности и даже я бы сказала любовь, то например у нас, у наших покупателей вот этих привязок нет, у нас не цветут апельсиновые деревья, это не наша история, но тем не менее они хорошо продаются. И именно нероли интенс мне кажутся такими сложными, как практически самые красивые французские духи. Я ношу, несмотря на то, что... Да и моя ман носит, уже заканчивается, еще приду. Я устаю от работы с брендом, мне иногда хочется чего-то другого, но нероли, мне у них комфортно, я это ношу. Самый современный, мне кажется, аромат в марке, да, самый новомодный, если можно так сказать, но на мой нос, да, я ни в коем случае себя никому не причисляю, это... вот это просто модно. Байка Леза. Ты знаешь, это как раз аромат, который, выход которого вызвал, ну не скажу, что бурю прямо в блока сфере, но поклонники марки разделились на два в лагере. Те, кто любит классическую Николаи, они, мягко говоря, были разочарованы, что это слишком современное, это слишком с использованием каких-то современных материалов, что это не она. Вот, но есть и другая часть людей, которые с удовольствием это покупают и носят, и более того, у нас это один из лидеров продаж, и я думаю, что дело тут не только в магии названия, которые, понятно, все тут какие-то патриотичные чувства и так далее, что оно называется Байкалом, да, грубо говоря, носят с удовольствием, покупают, и более того, его достаточно часто покупают, ничего не зная, брендис наскоком. Вот, вот сейчас вот я засунул нос, вот если бы среднестатистический мужик бы пришел, бы, да, понюхал бы что-нибудь из первых ароматов, он бы пришел в ужас и действительно убежал бы, да, вот если предложить ему бокал, во-первых, он свежий, он цитрусовый, в нем какая-то есть... В нем тоже юзу использовал. Юзу, я еще чувствую какой-то кипарис 100%, что-то такое вот есть еловое, но не мерзотное, вот, есть что-то от молекул, да, вот мне кажется так. Ну, знаете, вот какой-то вот этот, я, ты понимаешь, не сильна, я травмированный химией человек в школе, у меня с этим предметом были очень своеобразные отношения, но здесь какая-то современная, да, древесная... Вообще, мне нравится вот этот дымок какой-то ладаный, чуть-чуть тоненький, или что это такое, прям? Ну, на самом деле, вот как раз-таки Керда Рус, аккорд русской кожи, он предполагает некоторую дымность, некоторую копченость, некоторую дегтярность. Этим могу сказать, что она в пресс-релизе, и вообще в описании к аромату, и в интервью, которое она давала после выхода аромата, она пишет о березах русских там и так далее. Я тут специально как-то понюхала березовую кожу изнутри. Ну, попалась мне береза уже умершая, ну, как сказать, поумершая, павшая, да, и кусочек березовой коры я сняла и понюхала ее изнутри. Так вот, как раз, вот эта вот такая замшевая березовая сторона, которая с обратной стороны белого находится, она пахнет Байкалой. Это правда, это так, можете поэкспериментировать, только березы не помню. Да, специально не рубим. А на самом деле, да, Байкал, и часто очаровываются кубинской кожей, потому что она по-хорошему оригинальная. Ну, давай вот так скажу, вот, если что-то хотите из линейки Intense, не зная ничего про бренд, если вы небольшой любитель классики, вы все-таки по современной истории, по современным парфюмам, вот, познакомьтесь, Байкал Лиза, Лиза, простите, френч вообще никак, и кубинская кожа, по-чули. Подожди, сейчас может возникнуть вопрос о том, почему вдруг тут Кюр, да, кожа по-французски, а здесь Лиза по-английски. Вот в этом вся Патрисия. А вообще, вот, неймингу минимальное, внимание уделяет. Вал, чтобы ароматы были крутые. Как захотели, так и назвали. То есть, в марке реально есть и название французские, и название английские. Вот вообще, то есть, как с этим работать, непонятно. Ну, вот так, оно по факту. Ну, ишь. Ну, давай, чтобы не прерывать, мы закончим, и на сегодня все, уже Анну мы мучить не будем. Если захотите, я еще вернусь месяц через два, не раньше, мы еще, вот там еще стоит домашняя коллекция для текстиля и так далее. Это всего лишь условность, ее можно спокойно носить на себя. То есть, про это, если захотите, в комментариях напишите, я вернусь специально на потом. И закончим мы, наверное, самый дорогой, объективно самый интересный, на мой взгляд. Тут тоже есть один мой прям любимчик. Это удовая линейка, дали, как коллекция. Да, коллекция удовая. Вот, спирал, посмотрите, вот на этот графин, как будто дорогущий коньяк 300 летней давности. Да, это пол-литра вот этого аромата, вот Сублим, Сублим. Тоже все это было сделано, когда открывались магазины в Арабских Эмиратах и Николаевске. Да, вообще, в принципе, надо сказать про УДы. Так, с УДами она работать не очень хотела и долго не работала. Это уже история новейшая бренда, когда пришел ее сын Хаксинг, вот в это семейное дело. Он ее убедил поработать с вот этим материалом. Вышло это уже все на излете популярности УДов. Да, когда уже совсем... Ну, как бы все уже высказались на эту тему. Ну, она сделала, да, сделала, но сделала это очень по-своему. И то есть, как минимум, два из трех УДов, это очень европеизированная история, очень мягкие, вкратчивые УДы. Я имею в виду сейчас Амбер УД, хотя моя подруга, которая прекрасно говорит по-французски, говорит, что правильно говорит. Амбер? Амбер. Амбер УД. Вот, но если я тут буду так говорить, меня никто не поймет. Вот, и РОС УД, это два европейца в таком арабском обличье. Уда без УДов практически. Амбер УД, это очень красивая лаванда и вообще травы. Я вот сейчас хотел тебя перебить. Мне вот он вообще не зашел, здесь лаванда для меня многовато. Ну, прям вообще. Ну, вот, ты понимаешь, ты ее не носишь, не любишь. Есть люди, которые ищут ту самую свою лаванду. Вот здесь она интересная. РОС УД, тоже сочетание РОЗа плюс УД их миллион. Здесь очень красиво это все. Он очень женский для меня, чересчур феминный какой-то, если можно так сказать. Для меня опять жалководен. Для меня подогрятое вино со специями, что-то такое зимнее, какие-то глинтвейны, вот это вот все. А вот как раз вот этот УД, который называется Ансанс, УД с Ладаном. Ансанс, я говорю везде, инсенс, извините. Ну, говори, как тебе удобно. Но он, на самом деле, Ансанс УД. Обожаю его. УД с Ладаном. Вот эта история из трех вот этих ароматов, наиболее арабская. Здесь УД аутентичный камбоджийский. УД навозник, УД грязный, УД с гмельцой. То есть, все как положено. Кто вот это любит, всю вот эту историю. Да, Света? Там Света стоит. Света стоит. Я просто сейчас видео практически продал. В общем, я сейчас опять Анну перебью. Смотрите, какая поросюха. Для меня это то же самое, что пачули, но с добавлением жира. Жира не в смысле чего-то жирного, а в смысле чего-то, как ты сказал, арабского, чего-то восточного, чего-то того, что вот не проходит на это популярность. Все равно люди, ну хоть там кто бы что ни говорил, все эти молекулярные истории, люди хотят красивых, восточных, да, на французский какой-то вот этот вот помонс и так далее, композиции. Да, я это называю пролонгированным действием пачули и интенс. Да. Это пахнет всегда. Да. Ну, то есть, это вот когда люди говорят, а будет это пахнуть день, а два, а три? Будет, если надо. Я вот опять оно перебью, я зимой вот недавно перебирал вещи, прошло уже полгода, у меня пальто, оно, правда, штрястяное, пахнет, как будто вот я вчера нанес. Но я обливаюсь много, я не делаю два пшика, я делаю пшиков шесть, это минимум, да. Это безбожно. Это безбожно, но я прям обожаю. Это вот такую Францию я люблю. Не вот это вот современно синтетическое, непонятное, из чего-то сделанное, хотя по синтетике тоже прям иногда бывает, но вот это прям моя любовь. Вот из всего того, что мы вам сегодня с Анной показали, для меня вот этот аромат самый, ну, на мой вкус, самый какой-то канонический, что ли, Патрисия. Так что вот. Все, большое, Анна, тебе спасибо. Так, я должна сказать, и я надеюсь, ты это сейчас не вырежешь. Так, ребят, на самом деле он взял меня в заложники и заставил это сделать, я не хотела. 40 минут мы тут вам наболтали, надеюсь, вот посмотрите. Я всем отказываю, потому что я женщина с зубными протезами, не устоявшимися, и очень плохо говорю на камеру, понятно? А у нас все свои они, у нас тут такого вот этого нет, экспертного, экспертного. А мы с тобой вдвоем, и еще сколько там подписчиков? Уже 3 тысячи. 3 тысячи подписчиков? Ну да, нет, конечно, никто это не увидит. Ну, в общем, как? Короче, пишите, звоните. Мы с тобой, кстати, забыли про вот эту пару. Ой, ну, я это сделаю в черно-билом фоне в самом конце. Давайте. Адалиско. Один из самых знаменитых тоже спорных ароматов марки. Настолько он из не нашего времени, настолько он из старой Франции. Ландышевый шипр с мощным жасмином, с очень сильным контрастом между верхом и низом, просто свет и тень, солнце и тьма. Очень красивый. Многие про него пишут, как утопшая Офелия. То есть считывается в нем такое гнилое болото с коренями, с вот этим вот всем. Да, есть в нем вот это. А ваниль тонка, одна из штук, в котором очень, на мой взгляд, сильно считывается под семейный герлен. То есть это такой недошелемар слегка, но самостоятельное при этом произведение. Я единственное, что про него запомнил, это сливочный ваниль. Ну что-то такое в этом духе. Ну вот ты сейчас говоришь сливочное ваниль, и люди подумают, что она такая какая-то кондитерская. Не-не-не, это не... А для меня это ваниль подкопченная, с дымком, со специями, с деревяшками. Опять же, здесь очень красивый ладан в базе. Но его, чтобы прям понять, надо тоже поносить. Не самый простой аромат, но у него масса поклонников, масса. Он любимый. Вот эти штуки, они как-то отдельно, она пока не переделывала их в линейку интенсов. Они стоят в себе просто у Де Парфамы. Стойкость феноменальная. Это да. Ну, в общем, как-то так, мои хорошие. Вы просили, я все сделал. Не забываем, пишем про домашние свечи там у нас будут. Если напишут, если вам это будет интересно. Там, правда, есть про что поговорить. Там у меня есть несколько ароматов. Я обязательно про это скажу. Ну, вообще, вот она, хозяйка Медной горы, хозяйка Николаи, лучшая женщина-консультант по Москве. Так, подожди, хозяйка. Ну, и в смысле того, что ты же здесь хозяйничаешь, правильно? Здесь-то я хозяйничаю, конечно. В общем, если что, оставлю ссылочку на Телеграм Ане, пройдите, посмотрите. Там она пишет, очень интересно, очень... Как это сказать, чтобы меня люди поняли? Чушь. Ну, не чушь. В общем, там весело. Вот такие две замечательные фигурки, классические, кто уже их только не фотографировал. Все, всем большое спасибо. Аня, еще раз спасибо. Все, пока-пока. Пока-пока. О, пахнет здесь так. Дубай. Шипшика. Шипшины. Или как там по-белорусски? Нет? Нет. нанюхались напились водицы газировки едем домой надеюсь вам понравится такой уложок все чел пока учу смоки в боки обнимаю до хрусту безе пока пока